Во-первых, здравствуйте. Рад вас видеть снова. Взаимно. Поэтому давайте слушаю ваши вопросы. Обидно ли, что не выпустили вас вместо удаленного голова? Нет, не обидно, потому что знаю почему. Потому что еще не готов на 100%. На сколько вы готовы сейчас процентов? Не готов на 100%. Когда вы видели матч в середине в Органском мотивах, была у вас, насколько у вас было, были эмоции, что, не знаю, угробовение, помочь команде? К сожалению, еще повторюсь. Ответ на предыдущий вопрос. Не готов еще на 100% помочь команде. Важны игры. Поэтому как только буду чувствовать, что готов помочь, с удовольствием это сделать. Тренер сказал, что это будет после паузы. Ну, ориентирочно, да. Мы хорошо поговорили с тренером, поэтому мне дали определенное время, так скажем, чтобы максимально идти фону. Еще один вопрос от меня. Он ответил, как вы по-другому влияете на микро-квимы в команде, где вам помогаете, поможете в этом вашей команде? Так, общаемся. Ну, во-первых, мы очень хорошо приемли в команде. Со многими ребятами я был знаком. И мы только с удовольствием мы с, так скажем, с административного штаба. Вот, поэтому на это очень много времени, ну, как бы не пришлось, да, на это не уделять. Вот, то, что касается боли, а то, что касается раздеревки и прочего, то, не знаю, тоже очень быстро адаптировался. Сегодня уже был заявки. Вот, сегодня сыграли на ноль. Тоже, что очень важно. То, что отмечает всех ребят, которые в личности, да, так скажем, мы бились, все вместе бились. И скамейка запасных, в общем, так сказать, помогала всем ребятам. Поэтому самое главное, действует интересная команда, что мы все, в принципе, и будем делать. Не говоря, мы все будем друг другу помогать. Дмитрий, вы сказали, что не готовы на этот акцент, при этом вы все не готовы. Хорошо, давайте следующий вопрос. Вы, конечно, не надо на этом делать все время какой-то акцент, потому что я сказал, что когда я буду готов, я буду на путь. С какой-то темы закрыты. В каком вы, по следующему таймеру, что там мало болельщиков, если вы думаете, на сколько необычен для вас? Ну, мы будем скрывать, да, это немножко необычно, но с этим тоже будем работать. И прекрасно понимать, что когда наладится результат, то и больше болельщиков будет не ходить. Это уже, так сказать, доказанный факт, да, то, что все зависит от результата. Поэтому будем смотреть на себя, будем смотреть на результат, на свою игру и благотворно, благомерно исправлять все эти моменты. Кирпич, почему вы решили перейти в Сумпля? Вы решили, что был вариант в Беломой Пешкала, был вариант в Турции, вы тоже говорили, что теперь такая вот мова, в Европе. В моей жизни я так решил. А какие еще команды конкретно вами интересовались? Это уже в прошлом, я не хочу и никогда особо не занимался тем, что меня там эти хотят, эти хотят, эти хотят. Все, что было, все, что было в переговорное время, осталось все, так сказать, в трансферном окне. Сегодня я футболист Хима, поэтому мне нужно как можно быстрее приводить себя в максимальный порядок и помогать кому-нибудь. все, что касается других каких-то тем, которые вас, может быть, интересуют. И сегодняшний день у меня ничего не будет, потому что моя основная задача сегодня это вернуться в строй, играть в футбол и получать удовольствие. Всем огромное спасибо.